всем привет друзья с вами негатив и из моего списка боев наверное последний бой который я вам хочу показать дальше будем что-то наигрывать бой против щука и блейда как и обещал студию 25 минут почти бой ходили с рингсом с разница у нас по одному рангу получается с нашими оппонентами карта вихрь все напротив крест-накрест так скажем и когда такое расположение получаются всегда очень динамичные бои в общем развертка пошел я через наземную развертку очень три четыре пять шесть семь семь ящик в общем я собрал а 8 вот здесь еще я урал прям на базе короче блейда по моему я так понимаю фиолет и он был поставил вверх с развертки всю экономику зеленый игрок вышел в море тоже с развертки через одну вверх поставил вот в этот кармашек поплыла в общем сюда здесь два ящика уже урвал здесь еще только первый кайман я так понимаю третий ящик по морю я уже 4 взял и на этом сбор по морю закончен то есть я урвал прям вообще я уже иду в четвертый штаб ребят все я решил море мне играть поставил 7 цветок вроде бы 1 2 3 4 5 6 с поставил извиняюсь до 7 я не стал ставить понял что нужен ранее дыхом очень ранний через 6 с 4 штаб готов виталий спрашивает что у них с барракудами а я вообще не знаю их прокачку честно говоря ни того ни другого абсолютно выкинул строй двор торпедку сюда ставлю кайманом плыву на разведку ну кайман них не докачанный сто процентов сюда пехотинца пригнал смотрю вверх первого уровня то есть защищаться я буду с этой стороны вот здесь аллигатор нарисовался как раз не успел он проплыть и мы его выбили достраивается вторая торпедка ринг с тем временем у нас сыграет от 3 штаба через 5 с поставил вышку делает ягуаров делает дикобразов и делает барракуд вот уже первое у него есть я вам пишу то что если бы были бы ранее алики даже от второго штаба он уже разнес бы фиолетового игрока давным-давно потому что с дешку он не выносил по ресурсам мы их обобрали конкретно в частности я в этом бою так скажем в этом бою да я превзошел сам себя я собрал ресурсы такое бывает но очень редко появляются аллигаторы то есть фиолетовый игрок настроен поиграть морем видимо и идет он к ринку здесь пехотинцы моего выбили поэтому я пригнал сюда койота выбиваю пехотинца уже от зеленого игрока и у нас едет первый отряд егэхама я хотел сначала выбить верфь потом думаю что она мне сделает это вверх она первого уровня аллигаторов на ней нету барракуд тоже то есть бессмысленно абсолютно свети час егэхам заезжаю сюда здесь вижу глухой дэв то есть две пушки пехоту чтобы забегала в туман то есть от меня егэхам уже ждут понимаю что на пехоту тремя ягуарами лезть не вариант точку сбора поставил вот здесь вот дождался второй хамелеон одного дикобраза и вот в пять ягов уже в принципе можно попробовать повоевать включаю хамелеон отправляю на позицию давайте на x1 что ли здесь у нас ягуар то есть виталия тоже в принципе готов встречать наземную армию и он выдвигается на фиолетового игрока в три барракуды и аллигатор в общем здесь я пиры раскладываюсь начинаю выбивать пехоту то есть специально далеко встал выбиваю пушку снайперскую вышку то есть не лезу в лоб в общем убиваем потихонечку дэв вышка упала пехота потихонечку бежит но я ее отстреливают их пока что спокойно все пушку мы первую выбили и поэтому можно сейчас будет продвигаться вперед продвигая хамелеонов потихонечку дотекание по-прежнему идет здесь уже третий хам ягуары подъезжают включаю свежий хамелеон подъезжаю вперед опять раскладываюсь и повторюсь не лезу начинаю выбивать опять же и видим то что у зеленого игрока также есть ягахам бежит пехота и он решает заехать напрямую в мой ягахам я понимаю то что пушка будет очень больно отстреливать начинаю отступать выбиваем сначала пехоту в первую очередь она выбегает продолжает из тумана здесь у нас еще ягуара 10 раскладываюсь точнее пока что остановился смотрю он отступает так тут у нас в общем аллигаторы были потоплены здесь тоже егахам и rings начинает валить фиолетового игрока то есть валит ему завод дохама и прячет свои подлодки виталий у нас тем временем в третьем штабе делает гренов делает дикобразов делает ягуаров проезжает он проплывает проходит извиняюсь вперед вот и не дают записать видео в общем здесь я решаю снова про атаковать зеленого игрока то есть подождал побольше ягуаров дикобразов пехота снова бежит в общем я подумал что я ее быстренько сейчас отстреляю в принципе что и происходит но разложился очень неаккуратно так скажем то есть бросил как было и начинает моя армия частично сыпаться здесь уже принудительный огонь выключаем и начинаем драться с этим егахамом туман на туман так скажем справа по миникарте вы можете видеть то что ринг своей наземкой идет тоже на зеленого игрока то есть наземкой от третьего штаба вроде ягуаров то немного там оставалось то есть я тоже переезжаю снова засвечиваем мы друг друга и начинаем вообще никакого скилла короче просто стенка на стенку кто кого убьет так скажем там остался он один ягуар по моему два ягуара извиняюсь и один хамелеон но и я потерял фактически весь свой отряд то есть у меня здесь 4 хама разряженных и больше ничего нету фактически здесь заходит рингс вот ему бы конечно хама 1 отправить но они у меня все севшие я сейчас увижу то что он атакует и буду отправлять но поздно здесь тем временем ринг с барракудами свалил штаб но потерял часть барракуд но тем не менее очень сильно тормознул фиолетового игрока то есть завода до хамов у него нету и нету штаба причем подъезжаю вижу что ринг здесь начинает прессовать там техники не так уж и много игрок пытается отбиться но хамелеон у него один он уже посаженный я сейчас буду отправлять этот несколько хамелеонов накрыть часть гренов и вот этих вот ягуаров потому что все таки ягуары 24 ранга против 22 она не стреляют но не хватает в общем урон у меня идет дотекание то есть идет вот в эту точку накрыл я отряд рингса и он продолжает пока я каплю резервы валить зеленого игрока то есть не дает ему набрать силы подъезжаю снова в два ягуара то есть все дотекание сразу же отправляю сюда и крошим крошим мы зеленого игрока здесь в общем на морском ударе видимо рингс начинает заводы ломать и здесь приходит ему ягахам от фиолетового игрока уже встречать ему нечем то есть было несколько гренов ягахам там довольно таки мощный я так понимаю начинает здесь просто все люто вышибать здесь как бы все понятно то есть есть вот одна барракуда но этого недостаточно есть аллигатор вон там стоп ягуаров но хамелеон один вовремя виталия выше кому это все дело там катается один хамелеон ягуаров я так понимаю нету у рингса здесь осталось несколько гренов и продолжаем я в общем забивать это все пушка на голка бароне очень сильно лупит включая поочередно хам и пишу витали чтобы он валил заново строящийся штаб витали в общем здесь полностью добрали все от его базы ничего нет абсолютно я зеленым игроком еще не закончил очень барракудами он здесь напрягает но здесь вот два ягуара которые очень сильно напрягают и отстреливают побережье может принять забрать штаб к сожалению хамелеон наконец-то зеленого игрока сел то есть я потихонечку продвигаюсь выбиваем это все дело пушка меня очень сильно здесь тормозила и здесь фиолетовый игрок своим вот этим отрядом которым выносил виталию приезжает на помощь зеленому игроку я понимаю то что он в любом случае меня перестреляет таким количеством хотел было принять бой но потом передумал думаю смысл мне терять вот эту армию сейчас я отступлю как бы зеленый игрок без заводов производить он сейчас равно в экстренном порядке ничего не сможет у меня здесь огромное дотихание уже с пехотой и разворачиваемся у фиолетового игрока там семь ягуаров миллион у него остался позади вот она включает но ягуара уже кончить все без потерь в общем забрали этот отряд сохранили своих миллионов зеленый игрок разумеется поднимает штаб юзает реконструкцию ставит казармы 4 штуки но я сразу же валю штаб дотекание я точку уже поставил вот сюда на базу то есть ставлю строй двор произвожу больше пехоты ставлю стационарные пушки потому что у меня фулка я не могу еще набрать армию большую и продолжаю я добирать в общем зеленого игрока крепкие у него здания все-таки игру скорее всего вот это был щук я так думаю здесь я прислал одного пехотинца то есть посмотреть есть ли что на базе рингс чтобы он мог поднять штаб да там стоит ягуар торпедки я решил не добирать они мне как бы роли не играют я флотом не играю рингс тоже вот этим отрядом не пойдет никуда и он начинает валить снова штаб здесь по моему барракуда приплывала и у игрока был жуткий не до контроля в общем торпедки убили барракуду вот так тоже бывает и здесь видим то что фиолетовый игрок решил атаковать меня но у меня 133 то наземной армии я его здесь думаю достойно встречу раскладываемся пехоту сразу же со стопа начинаем во первых принудительно стрелять и пехоту побежали вперед вот так вот играется его кому пехота просто бежит ягуары все там все что вообще светится все убивают на своем здесь я два ягуара по стол чтобы выбить вот этого ягуара чтобы ринг смог поднять штаб здесь одного яга также оставил включая разведку техники здесь как бы армада уже без хамелеона пытаюсь догнать это все дело понимаю то что нет ничего в принципе есть еще что-то попутно убили я так понимаю хамелеона наверное виталины барракуды там контрится смотрю весь стрекоза добираем вот этих вот ягуаров и последнего хама начал подумал что я не делал дикобразов потом помню что я делал дикобразов думаю что я стою надо ехать валить в общем виталий здесь поднимает штаб его эти стрекоза но у фиолетового игрока он опять кстати штаб забрал и он сейчас не может ничего производить и я своей армадой захожу и начинаю выносить фиолетовый игрока вот час на реплей тоже не заметил а я ягуара снял понятно я думаю вот кто-то убил я его видимо снял сам не думал что фиолетовый игрок будет заново зеленый что-то поднимать да это еще не конец боя но фактически конец у фиолетового игрока издание по картоне я бы сказал его как быстро-быстро все в общем фиолетового игрока мы добили но это не остановить на самом деле то есть огромная армада смотрю это ну во первых торпед поехал добирать надо все-таки добить игроки пока не сдаются на все до сдаются с другим боем перепутал я думал зеленый игрок снова поднимал базу перепутал я с другим боем с каким такой вот бой комментируйте ставьте лайки ставьте дизлайки нас появляются жесткие хейтеры уже тоже приятно они в любом случае добавляют популярность каналу давайте ребята жгите всем спасибо за просмотр тем честным и адекватным подписчикам всем спасибо всем пока